Он предатель нашей страны, предатель. Путин. Без людей делает холопов. И вся у него нелегитимная власть. Большое количество митингов и массовые задержания произошли в разных городах России после новости о смерти оппозиционера Алексея Навального. Россияне недовольны политикой Кремля и не скрывают этого. Силовики не церемонились с людьми и даже в бессознательном состоянии их грузили в автозаки. В советское время мы кем были? Мы были империей зла. А теперь так достигли таких успехов, что мы террористы стали. Кто у нас друзья? Хамас. Кто у нас друзья? А цивилизованные страны нам не нужны. Люди шли почтить память Алексея Навального к мемориалам жертв политических репрессий. В Москве цветы возложили и на Москворецком мосту вблизи Кремля, где в 2015 году был убит оппозиционер Борис Немцов, кандидатуру которого рассматривали на пост президента России. Политика застрелили в ночь с 27 на 28 февраля. Убийство было заказным. Заказчик установлен не был. Перечислять можно многих. Кого-то знают очень широко, как, скажем, Магнитского, который, кстати, никаким оппозиционером не был, был юристом и так далее. Кровавый список Путина огромен. Он состоит как из его политических противников в России, так и из его военных противников в Грузии, в Украине и так далее и тому подобное. Так из еще большего, наверное, количества вообще невинных людей. С каждым годом у власти Путин устранял неугодных одного за другим. Это были бизнесмены, владевшие федеральными каналами, оппозиционные политики и журналисты. Анна Политковская, журналист «Новой газеты», расследовала многочисленные случаи нарушений прав человека, совершенных российскими военными и прокремлевскими формированиями в Чечне. Политковская стала первым журналистом, взявшим некомплементарное интервью у Рамзана Кадырова в 2004 году. Через два года она была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы. Навальный пополнил и без того длинный список жертв Кремля, неугодных оппозиционеров, которые открыто критиковали российскую власть. Смерть Алексея Навального стала катализатором и для акций во всем мире – в США, Грузии, Казахстане, Литве, Испании и Финляндии. Мы утверждаем, что это убийство, которое лежит на совести, если уместно вообще произносить слово «совесть» Путина и его банды. И это убийство окончательно уже, если кому-то еще надо было это доказывать, показывает, доказывает, что никакого иного способа, кроме вооруженного сопротивления, как главного инструмента борьбы, быть не может. Сегодня в России, по данным ОВД-Инфо, политически преследуется более трех тысяч человек. Более тысячи находятся за решеткой. Теперь заключенных станет еще больше. За рекламу так называемых иноагентов россиянам будет грозить до двух лет колонии. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы, заявил депутат Василий Пискарев. Конечно, они совершенно озверели, просто абсолютно озверели. Ужас какой-то. Мы никогда не думали, что мы доживем до такого маразма. Они пытаются найти тех людей, которые враги для народа. И сказать народу, смотри, народ, ты их не любишь, и мы их не любим. Ты считаешь их врагами, и мы их считаем врагами. Мы с тобой заодно, мы едины, понимаешь, мы едины, мы единая Россия. Мы вот их вместе ненавидим. Иностранных агентов, гомосексуалов, там, не знаю, украинцев, евреев, ну, кого угодно. По данным ОВД-Инфо, в 30 городах России сотрудники правоохранительных органов задержали более трех сотен человек. Больше всего в Санкт-Петербурге. Среди них и священник Григорий Михнов-Войтенко. Он направлялся к Соловецкому камню, чтобы провести панихиду по Навальному. Как сообщает Северреали, городская митрополия РПЦ призвала своих прихожан игнорировать любые заявления и призывы Михнова-Войтенко. Акцию памяти Навального предложил провести также политик Михаил Ходорковский. Он призвал россиян вписать имя Алексея Навального в бюллетень на так называемых выборах президента 17 марта. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.